Эта неделя началась с приезда друзей моей жены. Ну и моих друзей тоже. Мы редко с ним Видимся, так как ребята живут в Харькове, но в коем-то веке не нашли время, приехали к нам и мы решили погулять по нашему прекрасному городу. Встречу мы решили отпраздновать в Хамильтон Пабе и теперь после многих посещений я могу сказать, что это место пригодно только для распития пива, еды, обслуживания вы там не найдете. Это печально, ребят. После этого мы решили погулять по нашему городу. И каково было мое удивление, что сводить ребят, в общем-то, некуда. Несмотря на то, что такое большое количество музеев сосредоточено в одной точке, они либо не работают, либо работают как попало. Нету ни сайтов, ни социальных групп. О каком развитии туризма может быть идти речь, если то, что существует уже сейчас, уже сейчас не работает? Благо был музей Родина, в который мы благополучно сходили. Там была бесплатная выставка студенческих работ факультета дизайн. Что-то хорошее, что-то не такое хорошее. Ну, это же студенты, ребят, поймите. Есть, ребятам, ну и ребятам есть куда-то. Сами-таки были. Ну и в финале нашей прогулки мы зашли в бургерную. Ребята, шикарное место, шикарная еда, шикарный дизайн, шикарное обслуживание. Ходите, пока она еще новая. А то потом, как обычно, с Белгридом бывает. Ребята, кто смотрит наш влог, если вам действительно интересно моя работа в филармонии, пожалуйста, отпишитесь. Потому что я филармонии снимаю, и снимать то, как я снимаю, немножко так надоедает. Если это действительно интересно, то я буду продолжать снимать то, как я снимаю в филармонии. Короче, нас пригласили в наш чудесный Белгородский драмтеатр, в котором я уже не был лет пять, на чудесный спектакль. Ну как чудесный? Первое отделение нам просто понравилось. Мы с балкона свисали, смотрели, восторгались. Ну а на втором отделении мы такие... Чуть-чуть завтыкали в электронное устройство, будь то камера мобильнее и тому подобное. Было весело, потом после этого было 25 минут обсуждений, ржаки. То есть ребята заставили себя говорить, прикольно. Хорошо, когда бесплатно. Еще и водитель личный есть. Так-то да. Еще и за тебя в Потап еще заплатят. Шикос просто. Все для инвалидов. Культура для инвалидов. Что ты хотел? Театр. Театр для инвалидов. Недавно, благодаря чудесной социальной сети ВКонтакте, мы нашли еще блогеров из нашего Черноземья. Одни блогеры у нас из Шебекина, другие из Старого Оскола. Кому интересно посмотреть на этот трэш, угар и веселье, ссылки будут в описании. Ну и кто смотрит мне через телефон, вот это по бокам встанет. Тут Тарас Холл, тут Шебекина. Прикольно будет. Ну и как каждая неделя, эта неделя заканчивается монтажом влога. Данила приезжает ко мне, мы собираем компьютер и пошел монтаж. Недавно я видел такую ситуацию. Сидя в машине у Данила, перед нами проходила пара чернокожих студентов. Они стали фоткать себя на мобильный телефон. Но тут я подумал, ведь обычно, когда ты фоткаешь себя на мобильный телефон, в авторежиме, именно в авторежиме, то экспозаметр телефон берет либо экспозаметр, это баланс белого и черного, для тех, кто не в курсе, телефон обычно берет либо по черному, либо по белому. И тут я подумал, как трудно фоткаться, когда ты черный. Расист? Не, на самом деле, ребят, представьте, как трудно фоткаться. Либо ты четкий в кадре, но все вокруг засвеченное, либо ты темный в кадре, но все вокруг нормальное. Это же целая проблема на самом деле. А ведь все фотики придумали белые. Утренний кофейный променад уже закончен. Середина дня, самое время немножко поработать. Я снова в проспекте. Совершенно случайно встретил своего инструктора по вождению. Парень большой такой? Да, 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 да. Такой веселый? Да, гусапый такой. Похож на итальянского повара пиццы. Ну да, 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 да. Что сказал уролог? Будет пока щипить. Приехал в чужую квартиру такой, блядь, монтируй в лог. Кто ты? Кто ты, парень? Это просто чувак, который живет с копкой. Есть нюансы, которые тормозят. Монтаж влога, вот маленький нюанс лежит. Настроение, друзья, настроение при монтаже, это самое главное. Готов. Давай. Шелуй. Ой, слушай, до крови. Ты купу себя прикусил? Нет, он мне бутылкой ебал. Ничего, я ему ночью бровью покрашу. Ты, по-моему, прикусил ее, нет? Нет, он прям по это, по бутылке гранит. Тихо, тихо, ватка, ватка, ватка. Да и грабись. Пока Лешка ходит за вермишелью, так вот у него было. Вот так у него станет. Карли замыслил великое зло. Косяк нашел там у тебя в видео. Это трехочковый зло. Те, кто любят кисель, ставят лайк, а те, кто не любят, репостят. Я не люблю кисель, я репостную эту запись. Как будто я ее и так не репостну. Что ты сделал? Использовал силу. Идем готовить. Перестаю снимать. Зачем снимать еду? Мне нужно есть. А-а-а! Мы едем в ирландский паб. Меня позвали мои хорошие друзья Ира и Антон Бабак. Бабак? Ты был ж не первым, кто постепался над их фамилией, поверь мне. Писать я хочу, пи***лась. Я сам терпел. Страшно. И я страшно потерплю. Пока не страшно. И нету человека, придурки засоряют себе, мама дал бабуха. Люди пою мне и не пишут за тебя в ухо. Привет, Антон. Привет. Жогер еб**шет. Пей еб**ну ей. Леша, скажи, почему компьютерные салоны до сих пор популярны? Казалось бы, интернет в каждом доме, комп по нескольку штук в каждой семье. Из-за неповторимой атмосферы, скорее всего. Ой, б***ь, бомжи, м***ь. Наверху поймали Enchantress, у Enchantress огромную проблему. Жиграна отпустится, они восстанет, и Enchantress скорее всего тратит. Хотя она пытается жителей с файри-файр. У нее есть уже целых шесть танго. У нее нет силы, и надо есть танго, но она погибнет. Хотя она съедает в шеллинг-фэри-файр, и хилится с танго, она живет. Агрессивная игра вашей команды налицо. Мне хочется спросить у тебя, как у Лысого из Brothers, что этому причины? У нас пик был агрессивный изначально. Они не могли, в принципе, нас ничем дефать. Они проиграли игру на стадии пика. Ласт пик и это Шейкер. Шейкер отыграл, вот там вот молодой человек, да, вот прям царюха. Ну все, Шейкер, прижимает ультимейт. Мне сказали, ты замкапитана. Пикаем втроем, но получается, да, один замкапитана. На какой роли играешь? Кири Афлей. Вы играли с этой командой, насколько я знаю, очень много. Играли с ними в групповой стадии для игры, и сейчас мы сыграли вот с ними, получается, на лане. У нас есть герои, которые мы любим брать, и как бы всех не перебанишь, поэтому, скорее всего, возьмем своих героев, постараемся поглядать в лучшую игру. Убийца Петру, прыгай! Пацаны начинают лечить, не нравится этот раз, когда без байбека. Отличный байблок. Вверху сейчас еще и корни. Поздравляем команду, едем за солярой, с сухой и чистой победой. Ребята, молодцы. Ребята, молодцы.